Рентген сейчас пойдете, 319 кабинет. Данилу всего 10 лет, а за его плечами уже приличный анамнез. Были ушибы руки, ребер, перелом ноги. Сегодня в травмпункт его привело повреждение кисти и пятки. Почти всегда сценарий один и тот же. Я на горку ушел, там был лед, я подскользнулся, упал. С такими же проблемами, как у Данила, в детскую травматологию за сутки попадает около 100 пациентов. Зимний сезон прибавил работы врачам. Многие дети становятся жертвами ледяных горок, лыж и коньков. И здесь есть единственный плюс. На маленьких пациентах все заживает быстрее. Примерно 60-70% ушибы, растяжения мягких тканей. Далее переломы верхних конечностей, нижних конечностей, позвоночника. Ребенок более может быстро скомпоноваться, сориентироваться, в отличие от пожилого человека. И плотность костной ткани тоже имеет значение. Со взрослыми пациентами все сложнее. Они чаще всего ломают лодыжки, плечевые кости и кисти на ровном месте. Виной всему гололед, скользкая обувь, иногда алкогольное опьянение. В среднем за сутки обращается 35-40 человек. Из них где-то 10-12 человек это при падении на голом льду. Если брать пожилой возраст, это шейка тазобедренного сустава, которая требует оперативного лечения, долгой реабилитации. Здесь не болит пальцы, то есть не болят, они шевелятся нормально. Вот только вот это вот. Травма всегда приходит неожиданно. Эта пациентка просто возвращалась со дня рождения. Падение и подозрение на перелом лучевой кости. А кто-то пролежит все новогодние каникулы в гипсе. Кстати, в праздники кости барнаульцев хрустят все громче. Горки, санки и коньки превращаются в ледовое побоище для рук и ног. На новогодних до 17, до 18, до 20 пострадавших будут точно. А пока оказаться в травмпункте можно из-за банального гололеда на улицах Барнаула. Хоть в мэрии пытаются решить это скользкий вопрос. С начала зимы дорожники уже израсходовали 200 тонн песка на городские тротуары. Дороги посыпают песко-соляной смесью. Кстати, если вы считаете, что тот или иной тротуар в городе угрожает вашим конечностям, вы можете позвонить по телефону Автодорстроя, который видите на своих экранах. Ирина Корчагина, Николай Шелко. День с толком.